Для нарушителей закона предусмотрено немало мер наказания. Есть мягкий, денежный штраф или условный срок, а есть более строгие, вплоть до пожизненного заключения в тюремную камеру. Предусматривает закон и компромиссные варианты, например, принудительные работы. Они назначаются за преступления небольшой и средней тяжести, и это наказание преступники отбывают в специальном исправительном учреждении. Для многих осужденных это возможность не уехать в колонию за преступления, совершенные, например, по неосторожности. Осужденные отбывающие наказание в исправительном центре обязаны выполнять правила внутреннего распорядка учреждения. Они работать должны там, куда их послует администрация. Постоянно находиться в пределах территории центра и проживать в специально предназначенных для этого помещениях. То есть свободно они ходить не имеют права. В свободное время они находятся тоже на территории учреждения. Суд, вынося приговор, отдает предпочтение тем исправительным учреждениям, которые находятся в том же регионе, где проживал осужденный. Ведь близость к родственникам, по статистике, значительно уменьшает шанс последующего рецидива. Но в нашей республике такого исправительного центра нет. А значит, осужденных вынуждены этапировать в соседние регионы. Словом, его строительство было вопросом времени. И уже скоро он появится в поселке Кавказском. Комнаты отдельные. Вы заходили, смотрели. Линолеум, там побелка. Единственное, что решетки на окнах – это спецучреждения. Процесс только как бы 20% работы выполнено. 25 лет. Осужденные будут постоянно находиться под надзором сотрудников учреждения. Словом, на территории центра будут поддерживаться строгий порядок и дисциплина, при нарушении которых принудительные работы могут заменить на более строгое наказание. Осужденные, нарушившие правила центра, будут находиться здесь, в помещении для нарушителей. Вообще, в соответствии со статьей 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, заключенные обязаны постоянно находиться на территории центра, не покидать его в выходные и праздничные дни, в нерабочее и ночное время. Так что двери здесь у нас всегда будут закрыты.